да здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами снова рубрика new game plus сегодня с нами роман лещенко роман работает компании fractured by it на позиции лид тех артиста вот рома привет привет как дела привет 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 отлично дела бодро понедельничек пишемся в понедельничек отличные дела бодрое утро бодрая неделя да да супер супер вот с романом и знакомы давно поэтому периодически мы будем впадать впадать в воспоминания про 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 военную историю разработки и так далее с ней без сути но в принципе есть менее что это интересно вот ну начнем начнем традиционно даром расскажи расскажи как как ты вообще попал в игровую индустрию сколько ты в нивилет как как это все началось то есть у началось все очень очень сумбурно и путь был в игровую индустрию тернист и наверное как и многие это как бы то есть на момент когда я попал туда это был 2008 год и никаких собственно курсов колледжей да и университетов прочего такого не было я увлекался играми на как и все кто работает в игру в игровой индустрии как и все дети играл в контру там call of duty medal of honor и прочее долго и нудно выпрашивал родителей компьютер и такие они мне его купили и примерно через месяц когда такие наигрался в игры стало это чутка не интересно с точки зрения именно поиграть и стало интересно что что внутри и с удивлением мои родители обнаружили что я начал внимание на экране все чаще начал появляться 3d max вместо контур страйка вот и таким таким образом постепенно начал говорить какие-то модельки из как это фанфэкт короче я не знаю на самом деле как это возможно повторить но например юви развертки да которая типа для моделера там один из базовых базовых умений меня научил чувак по и си киу например вообще абсолютно в текстовом режиме как он это сделал как я это понял я уже точно не помню я но я помню крутую метафору про спичечный коробок вот то есть он мне говорит возьми у себя на кухне спичечный коробок и разверни его и ты врубишься что-то такое вот ну и собственно да так понеслось впоследствии после того как я вылетел из института участь на инженера подвигателя внутреннего сгорания я понял довольно быстро что это не мое вообще очень люто захотелось остаться наверное маленький бэкграунд такой я из маленького городка в украине на 40 тысяч населения и учился в харькове вылетел из этого института собственно будучи будущим недоученным инженером по двс и люто не хотелось возвращаться в свой маленький городок я сказал родителям сделаю все чего угодно но останусь тут собственно там и остался получил это первую работу в веб-студии долго рисовал всякие всякую рекламу веб-сайты и собственно точкой невозврата для меня стало стал заказ по отрисовке сайта секс-шопа тогда мне менеджер да после очередного после очередной интеракции я не знаю лишь можно у тебя такое говорить или нет но вы режете еще чем фидбэк который меня добил был мне нужно больше спермы на экране зачем это на сайте секс-шопа я не знаю но да история история такова и после этого я отвалил полностью из веба и реализовал реализовал свою мечту это было помню точно новый год 2008 я прям в новый перед новым годом написал в такую студию как pipe studio меня приняли как позже оказал оказалось я был лучшим из худших взяли просто потому что собственно все остальные были еще хуже чем я я на тот момент даже текстуру по сути рисовать не умел я умел делать болваночки и как-то их там разворачивать проработал там два года ну а чуть позже лёш мы уже с тобой встретились на следующем месте в славной компании бвс пайп же при этом кстати это же такая прям кузница кадров да насколько я знаю ну то есть она в свое время она в карькове это была прям прям достаточно известная большая компания которая из которой вышло очень много специалистов сталкиваемся то есть на выставках везде вот очень много людей которые оттуда начинали а ты ты там ты там короче дошел до до ты моделил да насколько я понимаю я вначале моделил довольно довольно быстро на самом деле там научился текстурить ребята там были действительно мощные и скилловые чуть позже меня очень упорол дизайн я пошел левел дизайн но это не такое прямо сейчас сейчас градации больше на тот момент называлось все левел дизайном да но факт это был environment дизайн то есть я больше не про геймплей составляющую этого всего а именно артовую вот и да собственно там я занимался дизайном сделали несколько проектов из вышедших это приведение из букленда такая типа детская игруха детский шутер вот несмотря на всю свою несерьезность в плане как там не знаю каких-то свершений да это была для меня довольно серьезная школа и знакомство с движком летех юпитер это очень кондовый но суровый движок то есть все эти ваши блюпринты это сканска на самом деле в летех юпитере все скриптование осуществлялось прописывание вот в такое маленькое поле месседж всех нужных команд и разобраться в этом не будучи программистом было сложно вот но познавал до учился это было довольно прикольно вот но еще из не вышедшего был восьмой день ну как он вышел на самом деле мы дорабатывали доделывали кита апдейты но насколько я помню хотел на самом деле даже не буду верить может он до сих пор кстати живет восьмой 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 день это что-то из серии седьмой гость да вот это все вот это вот в сторону или что это это убийца линейджа в свое время да 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 ты про юпитер напомнил кстати я вообще так аж дрогнул ну то есть как бы периодически задрагиваем темы про проекты смешно потому что мы с малей недавно разговаривали у всех есть такой проект знаешь который так как-то так вспоминаешь такой ну да но типа но но он всегда так это отдается тепло сердцем а жене когда интервью мы делали ну у меня это понятно сталин с марсианами в уже 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 не это был длинные тени крадущиеся гномы то есть у каждого топа есть такой знаешь какой то такой такой проект короче в юности который это знаешь это проект который как как вот этот старый gmail адрес тебя преследует знаешь там который называется называется там какой-нибудь там там нагибатор 96 там gmail.com ну то есть вот такой же проект типа вот а продвижки продвижки тоже ну мы мы сегодня еще поговорим там детальнее по этому поводу туда мы периодически напоминаем что в то даже вообще все писали а те которые использовали сдвигло они были были действительно крайне суровыми особенно с точки зрения тулсета там это было мурак то есть как бы такой я первый первый с которым я столкнулся свое время это был понятно кваковский движок то есть как там там типа компания им делал всякое но первый первый который такой коммерческий движок который смотрели это был гембрю который ну и сорс соответственно то есть это было там на рынке там какое-то количество это были два таких знаешь prominent типа prominent технологии короче причем гембрю поставлялся даже по моему с какими-то элементами то ли моровинда то ли что-то еще там были какие-то примеры там ну и так далее но блин на нем было очень тяжело работать то есть как бы это были технологии знаешь на котором очень легко работать тем кто их сделал но когда это попадает в чужие руки это такой как и что что как как можно получить это этот критерионовский тоже собственно движок он тоже такой знаешь такой приходит двигло там начинаешь там копаться с ним и такой так ну сейчас я сделаю burnout потому что они же сделали burnout ну и ну ну и нет ну в смысле в смысле не сделаешь то есть как бы это ну такая такая тема да но слушай мы мы стоит кстати да ты когда пришел познакомиться уже был третий анрил да насколько я помню ты приносил демку кстати которая да но это кстати я я когда пришел в БВФ, Unreal только вышел в доступ, ну, собственно, можно там, я не помню, да, в ADK-версии, его можно было там, буквально, я не знаю, там, месяца через три после того, как он вышел, или полгода, может, я, да, я все на него смотрел и думаю, такой, надо его пощупать, надо его пощупать, потому что я разные дышки, в принципе, еще посмотрел, там, и Source и прочее, опять же, это для тех Юпитер, но, да, и я помню тогда, что один из таких моментов был, когда я устраивался в БВФ, что мне говорят, ну, вот мы с UDK работаем, с Unreal 3, там сцену надо было сделать, и говорят, прислали такую схемку, значит, построить геймплей, геймплей уровня, да, там, я, как сейчас помню, значит, был лестничный колодец, некий коридор, еще один лестничный колодец и еще один коридор, да, то есть вот такой вот буквально P-образный уровень надо было построить, я думаю, о, отличный, отличный повод посмотреть, что же это за UDK, такой, да, и меня, в общем, так понесло, что из изначального эстимейта в две недели, по-моему, я сказал, что я это сейчас сделаю и разберусь, но меня понесло так, что я отстроил там какой-то огромный уровень, он тоже был P-образный, да, но геймплей там был и на этих, на мантах или цикада, я не помню, в общем, там был длиннющий огромный геймплей с роликами и прочие темы, в общем, да, меня UDK на тот момент нес с своим, ну, вот вообще ощущением какой-то живости и, не знаю, гибкости, что ли, невообразимой, да, что ты моешь практически все, да, плюс я как бы разбирался на ходу, но это было очень круто и меня самого унесло, и по итогу я вот все это у меня занял, по-моему, месяц. Ну, там еще кисмик, кисмик, там еще кисмет был, который про образ там, плюпринтов там и так далее, и это, это было, конечно, такая взрывающая мозги штука совершенно, потому что я, я, я помню, что когда я еще был там практикующим геймдизайнером в, еще до Киева, до Донецки в, в этом, в Булате, там же все, все вот это вот скриптование, короче, оно было или руками, или, или ты прям заказывал программистам какие-то, какой-то тулсет для того, чтобы там визуально, ну, типа визуализировать для дизайна квесты там и так далее, и когда, короче, открываешь эту фиговину, ты понимаешь, что ты можешь руками собирать вещи, которые там сразу же отображаются в уровне, это, это такой прям взрыв мозгов, знаешь, такой, типа, причем там для всех это всегда какой-то простой пример из области, знаешь, там, поставил, поставил триггер, короче, там, поставил, поставил лифт, там, пересекаешь триггер, и лифт едет, и ты такой, о-о-о-о, действие, действие произошло без программиста, типа, алерт, алярма, короче, ну, и там дальше это увлекает, да, то есть, как бы, и в третьем, и четвертом там побаловались, короче, этой темой, вот, ну, понятно, что я знаю, ну, расскажи там про БВФ, про проекты самые интересные, которые мы делали, тоже общественность уже, я сейчас постчу, конечно, активно, мне Фейсбук подбрасывает 8 лет назад, 7 лет назад, и я это все перепащиваю, такой, кряхтя, знаешь, такое-то, короче, такое, 8 лет назад мы это делали, короче, время летит. Да, к слову, недавно твой пост был про Monster 500, наверное, с него я начну, я не знаю, я, честно говоря, раньше там до этого был Civilation, да, это такой прям проект, на котором все много чему научились, там, да, в том числе ведению бизнеса, ну, про него так прям вкратце, он был, на самом деле, довольно крупным, и там амбиции были большие, много чего узнали, и поработались даже с консолями, шутера третьего лица, который никогда не вышел, вот, но, да, это была тоже хорошая школа, особенно на Unreal, устраивали процессы взаимодействия между командами, потому что, ну, по факту все для всех, наверное, было новым, в каком-то смысле, да, понятное дело, для всех по-разному, вот, для меня лично это была такая плотная школа работы со светом, я тогда первый раз, меня очень увлекло там, синематики, всякого такого плана вещи, вот, после был у нас Monster 500, это по франшизе Toy Arras, по-моему, да, называется, игра, собственно, аркадные гоночки, не знаю, уместно ли сравнение с Mario Kart, но они были веселыми, они были веселыми, стилистика мультяшная, то есть тут тоже была прикольная школа в плане ухода в стилизацию, да, потому что, как бы, все довольно долго игрались там в Photoreal, вот, и тут такой вот заход был на картонную стилистику, это было очень прикольно, там, опять же, были всякие синематические, по-моему, ловушки я там делал, также помогал, по-моему, со светом на уровне, да, то есть такого плана работы у меня было. Да, тут еще надо сказать, тут еще надо сказать, что, короче, типа Monster 500 это мобильная игра, и мы говорим о временах второго iPad'а и третьего Unreal'а, ну, то есть, короче, и, условно говоря, получить нормальную картинку с нормальными шедерами, нормальным светом, там, в сцене, короче, интерфейса выбора машинки, это, короче, такая история про оптимизацию, в первую очередь, то есть, там, там, реально, да, это прям, знаешь, такое, так, ты сидишь с ножницами, сделал хорошо, потом сидишь с ножницами и режешь, и режешь, и режешь, и надо, чтобы все равно получилось клево. То есть, вот, но... Да, и режешь не только контент, но еще немного, чуть-чуть сердца своего. Да, 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 и себя по кусочкам, по кусочкам, да, то есть, как пытаясь сохранить какую-то видимость, там, картинки прикольные. Ну, вот, но, нет, там много было, много же было интересного, вообще, кучу-то научились, потому что это работа с серплати франчайз контентом, там поставлялись модельки этих машинок, все, конечно, в... Нужно же понимать, что это игрушки, а игрушки в молды производятся и производились, ну, это такое ультра-хай-поле, которое никуда не вставишь, а это надо было брать, там, обрабатывать, лоу-полить, короче, то есть, там, там прям такая конверсионная работа достаточно жесткая была. Но он прикольный, то есть, как бы, запомнишь себе проект почему-то, при том, что, знаешь, мы делали много чего, короче, там, тоже такого, ну, типа, типа, B+, класса, там, да, там, игр, ну, типа, вот, ну, что-то Monster 500 мне прям запомнились, он такой, прям, интересный получился. Ну, и там еще была же эта, типа, фишка про, типа, про то, что можно было сканировать коды с машинок и потом получать эту машинку открытой в игре, короче, тоже было инновационно достаточно. Ну, да, да, еще дальше, дальше. Дальше, поправь, если я не прав, но, по-моему, дальше был Inferi Trust, один из, один из самых крупных, ну, один из самых успешных проектов, на самом деле, БВФ, по факту это тоже была мобильная игра и она тоже была на второй iPad, на ней моим коллеге Романом, Роман Короленко, привет, если смотришь это, был, был найден, была найдена маленькая черная дверь, оставленная Epic Games, и благодаря которой нам это позволило сделать просто какой-то ультраулетный свет вообще на тот момент, потому что, по сути, Роман нашел способ импортировать в движок свои лайтмапы, а это означало то, что в целом мы не связаны лайтмапсой больше, да, и мы можем рендерить свет где угодно, в Redshift, я не знаю, там, в чем угодно, в V-Ray и так далее, вот, Mental Ray, и да, но мы пошли еще дальше, и мы рисовали свет руками, поверху уже отрендерены Mental Ray картинки, да-да-да, то есть качество там было улетное на тот момент, я помню, ну, реально год, наверное, еще с момента выхода, никто даже близко по графике не подобрался, да, там со своими нюансами, в том плане, что это не какая-то супердинамичная игра, это был квест, и это тоже дает определенные бонусы в плане того, что можно сделать с картинкой, вот, но, тем не менее, для iPad 2, ну, не знаю, может, я буду слишком самонадеянным, но, тем не менее, мне кажется, для iPad 2 это одна из самых графически продвинутых игр на тот момент, да, и, чем, может, и позже. Ну, и iPhone 4s, но мне кажется, что даже в следующем поколении, ну, тут надо сказать, что игра получила 4 фичера Apple, ну, то есть, как бы, на все 4 эпизода, собственно, которые выходили, это, конечно, для меня, это сентиментальная для меня игра, написанная, выстраданная, короче, там через всякое, нет, там очень много было крутого, я помню тоже там, какие технические решения там прорабатывались, то есть, как бы, как там с видео тоже там намариновались. Она много эволюционировала к 4 эпизоду, она вообще там приобрела даже фейковый динамический свет, это там уже, как это, ну, не изобретение, но мой фейк был, да, то есть, выглядело все суперкруто, хотя, на самом деле, это был лютейший фейк, абсолютно чистый, там было много молнии, и вот эти молнии, они там давали прекраснейший динамический свет, который, на самом деле, таким не являлся. Да-да, я помню, там была эта картинка, картинка с открытым окном, с ветром, розами и молнией, там сверкало, короче, да, и это прям был такой-такой тестовый ультрамомент. Слушай, мне кажется, что на тот момент, ну, вот, уже сформировавшийся прям сильный рендер студии, да, то есть, как бы пропал какой-то некий страх, который изначально был на первых проектах по поводу лезть в рендер, ну, потому что изначально это было некое такое, знаешь, как-то священное корово, и для многих судей до сих пор это вопрос, те, кто лицензирует технологии, они, знаешь, они такие, так, тулсет, короче, в рендер не полезен, ну, потому что здесь работает, что лезть-то, то есть, как бы, бояться экспериментировать, то есть, как бы, я реально вижу там некую проблему. Ну, тут же, знаешь, тоже еще момент, что, как бы, цели, какие цели, то есть, в принципе, Анрик отлично из коробки работает и с картоном, и с фатерилом, в принципе, все, что между, это, да, там, ну, как бы, всегда есть простор для творчества, так скажем. Ну, да, я вижу по студиям, в принципе, что многие-многие экспериментируют, и на конкурсе тоже мы об этом еще поговорим отдельно, на конкурсе много тоже интересных решений, это круто, это круто, однозначно. Все прокачиваются, все немного пытаются находить свой стиль на своей технике. Ну, да, да, рынок прогрессирует. Мне кажется, что здесь такие два фактора, тоже еще задронем этот момент, по причине которых, вот именно сторона графики, да, то есть, как бы, начинает качаться. Первое, это то, что Unreal, при том, что это очень крутая технология, это еще не идеальный движок, в разработке всегда складывается, но там есть проблема, там, очевидно, они меняются, это, 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 знаешь, что-то поменяли, что-то починили, что-то поломали, ну, то есть, как бы, ясно. И, короче, вот эти вот, вот эти челленджи, назовем их так, да, то есть, как бы, они, из-за них студии, в общем, начинают делать свои кастомные решения, которые нужны им, там, для, ну, решения моментов. А вторая история, это то, что из-за того, что движок сейчас ультрапопулярен, ну, становится из-за real-time технологий в телевизии и в интертейменте, короче, оттуда начинает приходить большое количество специалистов, которые, ну, у которых голова стоит на рендер, на самом деле, на графику, то есть, как бы, и на графическую репрезентацию. Плюс-то люди, там, с каким-то опытом, может, знаешь, там, в других решениях, они пытаются это переносить в движок, и получается очень такой люто интересный микс. То есть, вот, и, ну, это здорово, потому что мне кажется, что одно из, одна из историй, которая должна произойти с рынком, там, да, в процессе роста, это вырабатывание своих каких-то уникальных графических стилей, которые характеризуют, ну, именно территорию в том числе тоже. Потому что такие вещи есть на прочих, там, каких-то там рынках, территориях, которые потом расходятся. Ну, и у нас вот уже там появляются такие перспективы. Ну, да, ну, вот, Inferite Rust, хорошо, да, и потом, потом мы порты делали. Потом, по-моему, да, порты мы делали, был Brothers, The Tale of the Sun. Да, да, да. Я в нем поучаствовал в целом уже ближе к финальной стадии, вот. Но там была, на самом деле, проделана по программированию графики просто массивнейшая работа, вот. Там были переписаны куча пустомных шейдеров в мобилу. То есть, с ОПК, опять же, это все было сделано, портировано на мобилу. И, то есть, ну, мало просто переписать шейдер на мобилу и радоваться. Ну, да, да. И, по факту, вот, моя как раз работа там была в основном завязана на том, что я с точки зрения арта, скажем так, ну, грубо говоря, подкручивал все эти шейдера, потому что, ну, они не всегда, не везде в лоб работают, там, в том числе, там всякая транслюцентная геометрия, она просто так вот не за улицей. Всякие паучины и логово, там тоже было применено кучу фейков для того, чтобы оно выглядело, да, но, как все мы знаем, fake it till you make it, поэтому, как бы, ничего зазорного в этом нету. И если оно выглядит так же, то оно выглядит так же. Я вот помню, что даже на момент, на момент релиза создатель игры, господи, я не помню, как его зовут на самом деле, но я точно помню имейл, который он нам прислал, о том, что, типа, ребята, вообще красавцы, типа, игруха выглядит лучше, чем на третьей плойке. Вот, да, такой был момент. И, да, действительно, мы, мы сравнивали всю дорогу, у нас была, собственно, выработаемый pipeline по сравнению скринов, мы его потом дальше на следующих всех проектах использовали, уже в четвертом Unreal, то есть side-by-side скриншоты и чуть ли не пипеткой выверяем цвета. То есть это все дало плоды, и оно выглядело все очень достойно, очень круто и работало, самое главное, быстро и хорошо. Да, и после этого был у нас еще Life is Strange, тоже порт, на нем тоже было переписано огромное количество кастомных шейдеров, там были кастомные шейдинг-модели свои, типа, микрофасет, блины и прочего, вот, все это, кстати, отправляются кредиты Глеба Булгакова, который все это переписывал, Глеба, привет, вот, ну, все очень было сделано круто, я поучаствовал по большей части в оптимизации, особенно на финальной стадии, там были проблемы с FPS, но тут уже нужно понимать, что это четвертый Unreal, а весь этот порт Life is Strange, это порт с третьего Unreal на ПК, на четвертый Unreal на мобилу, и это как бы такой даблкил. Ну, двойной порт, да. Да, 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 двойной порт, потому что приходилось писать очень много промежуточных тулзов ребятам, программистам, которые позволяли бы переносить, например, освещение, да, там, лу-у-у-ла пересобирались полностью, все это делалось с криптами никакого ручного труда, а ручной труд уже присутствовал на стадии оптимизации всего этого дела, да, и там по оптимизации было произведено много работы. Я не помню самый низкий девайс, на котором он запускался, мне кажется, это, по-моему, шестой айфон был, может, не он, может, что-то ниже или выше, но в этом районе. Вот, все было очень сложно, там было огромное количество уникальных объектов, которые, естественно, нагружали мобильный рендер просто люто и дичайше. Вот. Точно помню, что хоть мы и добились 30 фпс, я даже помню, фейсбук в этот день, когда у меня, когда тесты прогнали и подтвердили, что у нас есть 30 фпс, я себе в фейсбуке написал мне 30 фпс, а мне начали все поздравлять с 30 лет. Ты, кстати, тоже, Леша. Да, 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 вы сможете. Вот, да, это был день на 30 фпс, и, короче, да, но, тем не менее, 30 фпс такой он с болью немного получился на самых слабых девайсах, потому что девайсы грелся, то есть в целом мы на слабых девайсах немного перешигнули эту границу, и он довольно-таки неслабо грелся, что является маркером того, что все-таки нагрузка великовата. Да, да. Да, но, тем не менее, на седьмых и выше он отлично чувствовал себя, работал и так далее. Было еще несколько проектов, которые были либо не анонсированы, либо это были чисто технологические проекты. Ну, они же все, они же все, они же все это как-то секретные. Ну, да, но я... Ну, без названия можно говорить, на самом деле. Да, да, да. Да, ну, типа, были и VR-проекты, были и VR-стрим, там 360 даже был. Вот, тоже очень все прикольные проекты, на которых прокачивались довольно мощно всей командой. Слушай, а порты хорошая школа техническая? Да, да, особенно порты на мобилу, да, то есть я не знаю, как там, может, ну, на Switch однозначно попроще, например, вот, или там на консоли в целом. Но, да, на мобилу особенно чуть-чуть такое побольше засунуть и в оригинальном виде, да, то есть пытаясь облинить то, что было. Ну, там, да, вот ты говорил, там же там очень много, очень много уходит компенсационноторику вот по другими способами на тот же результат. Потому что я помню, просто если бы на этом для зрителей скажу, да, то есть, как бы, вот, вот, Инфирайт раз он дал какую-то уверенность в том, что мобильное железо, в принципе, ну, при правильном подходе может не уступать, там, типа, к современному консольному железу. А современное консольное железо на тот момент, это, там, Xbox 360, там, PlayStation 3, которые, ну, напомним, тоже, не бог весь по памяти, особенно по оперативной, там, 512 мегабайт, привет, короче, ну, типа, и там, билд на Xbox, типа, собранный на 360, вон там, ну, то есть, это было сложно, короче, все, вот, и я помню тоже, понимаешь, что со своей стороны, там, мы сидим, короче, нам реально нужно выслать 3 билда издателю, короче, и понятно, что, понятно, что FPS, там, ну, 17, то есть, как бы, и ты там вообще ничего не сделаешь по этому поводу без какого-то массового рефакторинга, короче, и там начинаются дальше переговоры, убеждения, что все будет окей, там, и так далее. Плюс нужно понимать еще риски со стороны издателя, потому что это же времена не вот этого, вот уже лояльного отношения First Party к разработчикам, когда, там, инди-девелоперы облизывают, там, деньги в карманы суют, то есть, там, раньше, нет, все, там было как, ты, типа, он по TCR-то, там, не прошел, тебе, там, сказали, что давай в начало очереди, в конец очереди, короче, и переподача стоит 50 тысяч, ну, то есть, как бы, там, с Xbox, да, то есть, как бы, были такие... Да, надо было на каждом, на каждом на устал не доказывать, что этого достоин. Что не верблю, да, точно, это было жестко, вот, и смотрю. То же время, однако, у истории, я не знаю, типа, опять же, вырежешь, если нет, но эту штуку реально до сих пор никто не нашел, это суперлитейший хак, про него никто никогда не говорил, это Brothers был, и столкнули, это тоже, кстати, разговор про оптимизацию, я не хочу ни в чай, камень, ни огородки, да, но на iOS мы отлично зарелизились, все было и все работало суперски, да, на Android мы столкнулись с литейшей проблемой, Out of Memory, по-моему, там был, и, то есть, ну, никак, все играя... По-моему, не на всех, но, по-моему, только на ряд текстурных разрешений, ну, типа, там же... Да, там, по-моему, с ПВРТЦ в первом была проблема, потому что он сам по себе очень толстый, да, ну, а, соответственно, все это ПВРТЦ, это самые слабые девайсы были, так вот, один из уровней, если кто помнит, и играл в Brothers, там была пещера троллей, по-моему, вот, и в этой пещере тролля был момент, где была огромная такая, огромная водяная мельница, и суть этого уровня, да, суть этого уровня была в том, что эта мельница по факту являлась такой маркером середины локации, потому что, ну, собственно, расстояние, которое ты пришел, прошел от входа в эту локацию до мельницы, равнялась там тому же расстоянию до выхода, и вот, как бы, эта мельница делила всю локацию пополам, так вот, еще... И самое противное было с этой мельницей то, что ты одновременно, вместо с мельницей ты проползал, там, братьями на руках, да, по перилам каким-то, и фишка была в том, что в этот момент, по сути, надо было держать всю локацию, то есть в памяти, да, и всю ее возможность рендерить, потому что можно было покрутить камеры и так далее. Так вот, как там никто не изгалялся, как там, что кто не делал, но вообще ничего не получалось не сделать, мы уже и обрезали везде, где могли, но, как бы, этих колбасных обрезков было абсолютно недостаточно для того, чтобы победить эту проблему, и по итогу один из наших программистов, Тёма, привет, выдал гениальнейшее в своей простоте решение, которое, по всей видимости, я ни разу не видел на самом деле, может, знает, там, заметил или где-то писал об этом, но я ни разу не видел. В общем, в андроид-версии вода, стекающая с этого колеса, она непрозрачная, и в этот момент локации за ней нет. То есть просто вся эта локация выгружалась, и присутствовала только ее половина, а вот в iOS-версии там было как в оригинале, и там было все прозрачненько и видно на самом деле. Ну, видишь, это такая эвристика, да, то есть как бы, и на самом деле очень сильно помогает, мы часто это в работе обсуждали, то, что вот если смотреть на опыт, там, предыдущих игр, они же все такие, ну, вот тут японские жрпг, которые, например, прикольно выглядели, там, ты там камеру поверни, там, на 5 градусов, там видно, что за этими декорациями нифига нет. Оно, знаешь, оно вот филигранно выставлено, и оно есть вот именно только вот это впечатление, больше ничего нет. Или там, да, вот это выкручивание спецэффектов, чтобы оттягивание глаз, это вообще суперизвестная история, там, короче, ну, там, игры, игры во многом состоят из хаков, но, в общем-то, плевать, если это, если это работает, это работает, то есть как бы особенно там на финальных стадиях, там, по оптимайзу, там, и так далее. Ну, и, типа, да, и вот, мне кажется, нужна тоже такая некая опыт и внутренняя смелость, чтобы к этому привлекать, потому что, опять же, тоже многие девелоперы такие, ну, как там, типа, нет, так нельзя, ну, в смысле, можно. Не, ну, типа, не надо идти на это смелым, как бы, таким, не надо, в общем, грудью на абразуру, да, но если ты испробовал все методы, то, как бы, если по цифрам, опять же, по приборам все не сходится, потому что единственный метод проверить все это не какие-то, там, да, условно, там, посмотрел на FPS-счетчик, и у меня все плохо, будем-ка мы все резать, надо понимать проблему. Нас еще всегда, всегда выручало, короче, то, что всегда были люди внутри, там, овер-н-д, и так далее, да, то есть, как бы, тут как, вот такие вещи не надо делать, закидывая шапки, то есть, как бы, надо, для того, чтобы их делать, надо обладать определенными, ну, не просто скиллами, еще и фундаментальными знаниями, то есть, как бы, да, то есть, как бы, всегда, всегда, там, знаешь, там сидел, там, тоже Короленко, который такой, там, выходил взъерошенный, с красными глазами, говорил, я тут высчитал посредством решения теоремы фирма из золотого сечения, там, способ, там, короче, изменение лут-таблицы так, что, а теперь это не поглощает ресурсов, все такие, что, что, что твою мать, ты сказал только что, знаешь, такие, ну, работает, работает, ладно, ну, то есть, как бы, да, это вот такое, то есть, ну, нужно обладать на определенном этапе, нужно уже обладать определенными фундаментальными, ну, типа, знаниями, навыками, которые имеют, ну, еще мало отношения к разработке, да, там, то есть, как бы, оно имеет отношение именно к теории, там, света, света передачи, короче, там, какой-то математики. А вот если я не соглашусь, на самом деле, это вообще, ну, это слабо имеет отношение, а это в целом к оптимизации имею в виду, да, то есть, в оптимизации нужно, наверное, в каком-то смысле быть фокусником, потому что, если слишком думать обо всех формулах, PBR и прочего, то в какой-то момент ты себя обнаружишь в моменте, что RTX 3080 не может. Просто не может. Поэтому тут такой момент, что опять же фейки. Я верю в фейки вовсю. Raytracing хоть он как бы пришел, но давайте будем честными, до всех он дойдет еще в следующем поколении консоли, а может еще через один. Я имею в виду в полный рост. Поэтому да. Нет, здесь скорее про живость ума. Есть химия, есть алхимия. И то и то наук на самом деле. Просто одна так работает, вторая вот так. Для того, чтобы делать то и другое, нужно понимать, что такое элементы. Но для того, чтобы серьезно заниматься химией, нужно копать в академическую вот это все. Надо очень хотеть философский камень, знать, что такое элементы, и по разуму им жонглировать. И быть очень любопытным. Просто, знаешь, таким слегка ку-ку. То есть в этом смысле, это такое прямо. Мне кажется, что живость ума это вообще главное требование кому угодно в производственном процессе, если хочешь быть прям крутым специалистом. Ну ладно, понятно, что же увлеклись. Мы сразу про производство можем бесконечно разговаривать. А вот и в Fracturebyte, да? То есть как бы потом. То есть как бы компания занимается там кучей всего, насколько я знаю. И там мы, и, короче, и с играми там, и кодевелопить вы, короче, и портируете, чего вы тут не делаете. То есть как бы... Да. Я так понимаю, что учитывая специфику работы там, да, то есть к этому очень много сервиса, ну типа, ну и типа понятно, что очень много по ТНДА, да? То есть как бы еще можешь рассказать, очень интересно, о чем занимаетесь. Да, собственно, пока из того, что могу рассказать, это Borderlands и, если не ошибаюсь, Game of the Year Edition. Я в нем не принимал участия, ребята делали. А все, на чем я на данный момент работаю, он так или иначе по ТНДА, либо работал. Собственно, это порт на Switch. Самое крутое в нем было то, что ребята разработали, по сути, полуавтоматический способ портирования игр на Switch. То есть если раньше мы как бы так или иначе лезли руками, то в целом порты этих всех там частей, я так назову, я не знаю, что там как до конца можно называть, не называть, но все эти порты, они были сделаны, например, вообще без участия этих артов. То есть эти арты как раз такая позиция, которая в целом приходит и говорит, а, ну вот тут мы контент срежем, там мы не срежем. То есть да, вот было придумано такое очень хитрое решение, проприетарное наше, которое, по сути, дает конкурентное преимущество в работе с портами. Ну, короче, это технология, технология внутри технологии, да, по сути? Да, да. А по всем остальным, к сожалению, да, не поведать пока не могу. У меня случилась какая-то странная штука, я знаю, что у меня случилось. У меня погасла зеленка, потому что у меня в солнце засветил свет. И, короче, ну ты понял, то есть как бы что произошло. Отлипаешь от фона. Отлипаю от фона. И я машу руками, короче. Ну, я даже это потрезать не буду, но это все равно, это прикольно. Солнышко пройдет, картинка вернется, вот, уже возвращается, короче. Вот, и в... Ну, хорошо, слушай, а в... Такой вопрос. В Тихар, да, вот мы затронули на самом деле этот момент, там, перед тем, как мы перейдем к последующим темам. Тема спора, наверное, то есть спор-контровершиал. Ну, то есть контровершиал в плане, знаешь, такого, как правильно сказать, наверное, все гибридные профессии тяжело очерчиваемые, да? То есть как бы и в... И это, типа, один из таких моментов, которые... Вот спроси в индустрии, короче, что такое Тихард, там, не знаю, 10 человек, ты получишь немножко разные ответы. То есть как бы... Да, абсолютно. Что такое Тихард? С твоей точки зрения, то есть как бы я просто знаю, что ты в этом шаришь, ну, то есть как бы это твоя там мегаспециализация, то есть как бы и давно достаточно, да, то есть еще один из таких главных специалистов СНГ, то есть как бы что... Что Тихард в себе описывает, что Тихард вообще очерчивает в себе там и так далее? Тихард, как... Да, ты абсолютно правильно сказал, что ощертить его сложно, поэтому я обозначу его пятно, скажем так, да. Вот. Тихард, как и любая специализация на стыке дисциплины, она очень многогранна, и Тихартисты бывают разные, на самом деле, если там заглянуть в титры какого-нибудь там Rockstar или, не знаю, Naughty Dog, то там можно увидеть огромное количество специализаций самого Тихарта, то есть там есть Тихарты-аниматоры, есть Тихарты по графике, есть Тихарты, Тихарты-пулзы, например. В целом, если говорить обобщенно, то это специализация, которая связывает в себе дисциплины между кодом и артом. То есть хороший Тихартист, он умеет и минимум скриптовать, да, в хорошем случае кодить, и в том числе он понимает и хорошо работает с артом, что это значит, то есть в принципе любой Тихартист может сделать некий ассет, ну, там модель имею в виду, да, так или иначе, потому что, ну, ты не сможешь стать Тихартистом, не умея делать ничего руками. Возможно, кто-то не согласится в комментариях, пишите примеры, кстати, интересно посмотреть, но я, типа, не встречал людей, которые в Тихарте и не умеют в арт, собственно. Вот. У меня как раз специализация больше сдвиг в арт, например, то есть я, типа, вообще не паркгамист, если там оценивать, там, мой паркгамистский уровень, там, не знаю, entry-level, наверное, да, вот. Что-то там пишу на C++, но в целом там поскриптовать, питончик, вот это все можно, да, то есть, поэтому тут очень много всего разного, да, например, ребята-тихартисты, которые занимаются чисто тулзами, да, то есть они, вот, их специальная, их работа состоит в том, что они сидят, да, и вот пишут некие тулзы для артистов, которые, как бы, какой-нибудь пример, наверное, хороший, да, бы привести. Ну, условно говоря, можно, конечно, и программисту эту задачу поставить, потому что, в принципе, в больших компаниях есть программисты тулзов, да, и там может даже целое отдел этим заниматься, но в компаниях поменьше, как правило, некий тихартист, который пишет тулзы. Вот. Тихартист, которые, например, по шейдерам, опять же, это все, может, наверное, в более маленьких компаниях, но, тем не менее, например, тихартист, который больше по графике, он, скорее всего, обладает HLSL, например, в Naughty Dog, я точно помню, несколько лет назад смотрел локацию, у них, собственно, HLSL – это одно из требований, прямо вот, то есть в их понимании тихартист – это тот чувак, который пишет шейдерам в том числе. Вот. И дальше можно продолжать долго, там, типа, тихартист аниматор, тихарт анимейшн – это человек, соответственно, который так или иначе внедряет некие технологии в анимационные, да, то есть вот по факту, если так, наверное, обобщить, то тихартист – человек, который со стороны тулзов и технологий внедряет новые методы в ARP, наверное. Наверное, так. Ну, да. Но, опять же, вот тут ключевый момент, мы тоже спорили по этому поводу, да, то есть, мне кажется, что любая гибридная профессия обязывает что-то уметь руками, ну, действительно, потому что без этого как бы там теряется весь смысл, короче, этой специализации. Ты же помнишь, что Lineage, да, короче, там этот квест на первую профессию, квест на вторую профессию, короче, вот без двух не обойтись, иначе не получается круз дисциплины. Ну, и, наверное, это вот если брать приложение с движком, да, то есть как бы, то тихартист – чувак между движком, короче, и арт-видением, ну, тоже во многом, то есть он работает как бы с готовыми тузами, но при этом, короче, работает с эдитором, работает достаточно плотно. Как бы вот. То есть, как бы, такой вопрос, кстати, вот в эту степь там, ну, и так далее. Как ты считаешь, легче из кода в техарты или из арта в техарты? Ну, то есть, как бы, или вообще из каких профессий можно мультиспециализироваться в этот мультикласс? Да, ну, в целом, наверное, нет ничего невозможного, но мне кажется, проще всего будет все-таки из арта в техарты. Хотя, опять же, не факт. Если прицел, например, идет в техарты по рендеру, то, наверное, проще из рендера. Но рендер-проиграмисты тоже, как бы, ну, в целом, да, рендер-проиграмист не откроет тебе 3D Max и не нарисует PBR модель. То есть, но он тебе сделает крутую технологию, да, например, какую-то прям супер. То есть, не просто там шейдер написать, да, возможно, там внедрит, не знаю, какую-нибудь новую крутую систему освещения. Вот. И тут, кстати, вот важно понимать такой момент, что, да, в чем тогда разница по факту, да, например, между T-Hard там рендером и рендер-программистом. Штука в том, что, как бы, T-Hard все-таки, он, если что, он может подкрутить, да, там, поднастроить и задать, короче, финальный вид и объяснить при этом, да, то есть, выстроить pipeline того, как это нужно делать артистам. Например, если мы говорим про производство контента и ассета. А программист, он в целом, он тебе делает технологию, да, а что там уже дальше с ней вы накрутите, это уже другой разговор. Вот. Но поскольку артисты, они все-таки, там, в основном залипают на ArtStation, да, то, как бы, они, ну, они, как бы, не всегда могут, там, условно говоря, поставить задачу, да, то есть, рендер-программисту, который, там, сказать, там, вот, мы хотим, чтобы свет, там, работал вот так вот, да, например. Поэтому, вот, есть такие люди, как T-Hard, например, если они про рендер, которые, собственно, связывают эти две дисциплины и помогают. Но, отвечая на твой вопрос, зависит. Все-таки, если обобщить, прям, честно, вот, очень сильно и взять, там, среднюю температуру по больнице, я думаю, из-за этого проще. Ну, да, но, я, знаешь, мне кажется, что важный момент еще, это то, что, если сейчас понимать, там, ну, стандартный пайплайн разработки, например, уже нарили, вот, наличие таких, вот, тенденцией мультиклассовой профессии, они позволяют импаверить маленькие группы. Ну, потому что, условно говоря, там, тех-артист, программист, который умеет в механике и базовый рендер, чтобы работать с тех-артистом, и технический дизайнер, который умеет руками в базовые школы геймдизайна, они могут игру сделать. Ну, даже с ассетами из маркетплейса, да, то есть, как бы, тоже, знаешь, говорят, там, типа, о, там ассеты из маркетплейса, есть и старая парадигма насчет того, что, типа, ассеты из маркетплейса, видно, что кто-то другое делал, это какое-то лоховство, там, и так далее. Блин, нормальный тех-артист, короче, при нормальном подходе и нормальным умением, собственно, о чем мы говорили, фейкать и, типа, и, короче, там, по-разному крутить рульки, там, да, там, как положено, он возьмет ассеты из маркетплейса, вместе с программистом слегка подправит шейдер, поставит свет, короче, и выстоит там цветокоррекцию так, что ты никогда не поймешь, что это с маркетплейса. Ну, то есть, это... однозначно, однозначно. То есть, да, вот с этим просто тоже такое есть непонимание, мне кажется, что с этим контентом тоже надо работать, ну, то есть, как бы, и все упирается, все упирается не в то, как выглядит базовый ассет, потому что, если ты работаешь в производстве, и если ты до этого производил большое количество пропсов под проекты, ты знаешь, что, сука, каждая табуретка, произведенная на 10 разных проектов, выглядит как гребаная табуретка, ты можешь с этим делать что угодно, но в зависимости от того арт-видения, которое сформировано внутри проекта, это может быть табуретка из хоррора, табуретка из детской игры, или табуретка там из игры типа головоломки портала, то есть, как бы, а при этом это один и тот же объект, просто по-разному, там, каким-то образом, там, не знаю, введенный в, собственно, в игру. То есть, вот это... Да, вот, давай как это, минутка, короче, минутка советов, да, таких маленьких, если кто-то сильно прям переживает, это смотрящих за то, что их ассеты, взятые с маркетплейса, выглядят как на маркетплейсе, хитрость заключается в том, что наибольшее влияние на то, как выглядит ассет, и узнается ли он, будет освещение, на самом деле, делать освещение, во вторую очередь, конечно, шейдинг, поскольку он тоже, как бы, связан с освещением, но все-таки освещение в этом случае, в этом случае именно узнаваемости, какой-то там, типа, не знаю, дублируемости, похожести, он, цвет первичен, и дешевый лайфхак, ребят, если у вас условные ассеты из какого-нибудь, Леш, как мобильная, тра-та-та, blade, забыл уже, Infinity Blade, Infinity Blade, да, если у вас ассеты из Infinity Blade, в котором там, по-моему, 90% это яркий солнечный день, засуньте эти ассеты в темное помещение, они будут выглядеть абсолютно. Да-да-да-да. А вот да, можете еще слегка подкорректировать цвет ламп, то есть как бы там, и вообще будет по-другому все это выглядеть. Но я, кстати, тоже от себя бы добавил еще, то что, ты знаешь, тут отталкиваемся от базового принципа, который до сих пор спотыкается молодые начинающие команды, это то, что арт производится сначала по фулл-пайплайну под утверждение, короче, вне движка, в каком-нибудь, ну, рендере, макса, майтем и так далее, потом засовывая движок, выглядит совсем по-другому. Ну, то есть как бы там, ну, это, собственно, из-за того, как шейдеры взаимодействуют со светом, освещением, короче, и цветом свет, то есть как бы, и... Кстати, я тебе скажу с этим, с этим сейчас полегче уже, на самом деле, спасибо ребятам из, что я сегодня вообще название все забываю, из Квикселя, собственно, я вспомнил, которые в стандартной коробке поставляют шейдера под Unreal, и это очень сильно похоже, я не скажу про 100% московство, но это очень сильно похоже, это уже упрощает работу, то есть если у вас пайплайны на Квикселе, это однозначно там прям большой плюс, но по старинке и в целом, если, опять же, вы также заботитесь о схожести, да, ну и повторяемости ваших всех пайплайнов, лучше, да, иметь, иметь и контролировать и принимать все ассеты в Unreal, тем более, что там есть уже довольно в давних пор возможность сделать свою сцену превью, да, которая вообще абсолютно позволяет там и свет ставить, и эффекты какие-то, и даже локацию на заднюю поставить, чтобы всего можно было зацелить. Ну да. Не, Квиксели очень крутые, мне кажется, что это прям инструментальная технология там для кучи вещей, и то, как они положительно влияют на динамик развития движка, это прям, конечно, топ просто абсолютный. Слушай, вообще очень сильно поменялся, я бы вообще на самом деле про это поговорил, вот мы с тобой говорили, как движки поменялись, да, что это было все очень архаично, как-то все многоступенчато, всегда вылезало с непонятных сторон, то же самое, в принципе, про производство арта, то есть раньше сидели, рисовали текстуры по разверткам в фотошопе, там появились, когда там первый ZBrush, это было вау, а сейчас это Квиксель, потому что Квиксель там со всем своим тулсетом позволяет вообще вытворять какие-то безумные вещи, если у тебя есть база материалов, вообще, ну, как бы, ты абсолютно крут, и там можешь текстурить все. Ты вообще не думаешь, да, а раньше, я напомню, все текстуры рисовались руками отдельно, то есть нормали там запекали, а вот там спекулярочку нарисовали, потом диффузочку нарисовали, это все отдельные, как бы, технологические процессы, одной кисточкой никто рисовал, как кисточкой. Так, это очень крутое стопы. Возвращаясь, возвращаясь какой-нибудь там, к тому же, в ту же эпоху, там, PlayStation 3, или даже ранее, 4, там, ты реально, ты делаешь объект, и делаешь там типа 8 текстурных карт, там, там, типа диффуз, диффуз, спекуляр какой-нибудь там, блин, не знаю, нормал понятный, короче, там, какие-нибудь там хитрые, там, всякие там, не знаю, еще там какие-то, и это все тяжело, и это все еще не так ложится в движке, и все еще не до конца поняли, как вообще работает ArtPipeline движка по сравнению, короче, с ArtPipeline, там, Maya той же. То есть, как бы, да, сейчас это вообще, короче, ну, абсолютно топ, мне кажется, что настолько меняется идеология движков, что уже движок становится неправильным словом для этого, ты знаешь, это такое типа, потому что движок, он же определительно, знаешь, с точки зрения, был в игровой именно индустрии, как, ну, это набор библиотеки инструментов, то есть, как бы классическое понятное определение, то есть, я не знаю, сейчас это, как помнишь, в Mass Effect был такой Omnitool, который они на руке носили, который все, все вообще делал, все, но сейчас движки, это Omnitool симуляционные, какие-то сейчас там, там, в реал-тайме, ну, то есть, справедливости ради, не все, ну, да, ну, к этому идет, то есть, как бы, это, мне кажется, что глобальная парадигма реал-тайм-технологий, то есть, сейчас такая, то, что, ну, реал-тайм-технологии уже более правильное определение, да, то есть, как бы, и по инструментарию, то есть, это все проезжают в какие-то экосистемы, которые, вот, они, по сути, порталят реальный мир в виртуальный, короче, контентом, ну, и там, что-то получается другое, то есть, вот, но это такое, это, конечно, философия, но, давай, давай это, давай еще про конкурс, собственно, перейдем, то есть, потому что, крайне интересно, да, то есть, как бы, вы, ну, Fracture Byte участвует, там, как один из партнеров, там, спонсоров всего этого, ты, как бы, один из судей, то есть, как бы, ты смотришь проекты, расскажи общее впечатление, и, вот игры, которые тебя там прям поразили, ну, типа, короче, интересно. Очень круто, очень понравилось огромное количество проектов, все прям стараются что-то свое сделать, то есть, у нас, я напомню, номинация была, она не игровая, она техническая, поскольку у нас вот такой технический коллектив, в основном, да, и, соответственно, мы хотели бы, в первую очередь, увидеть интересные технические решения, это, и является нашей номинацией, вот, мы их увидели, мы их увидели, я отдельно скажу, прям одна вот очень, очень зашла, я не знаю, как это сделано, я предполагаю, как это сделано, но тот, кто это сделал, очень большой молодец, и круто, то есть, я думаю, это, наверное, сейчас звучит, да, как типа, вот все, вот вам приз, ну, посмотрим, да, я сейчас расскажу про проекты, так, ну, давай, я не знаю, говорим чисто в техническом плане, или вообще про все, что было? Да не, вообще про все, ну, то есть, как бы, это же такое, это, 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 мы делимся впечатлениями, я еще раз тоже проговорю дисклевер, потому что у нас такие слушатели, которые такие, ну, ну, все, типа, вот эти выиграют, не, ну, в смысле, там, на проекте 25 судьи, все очень по-разному оценивают проекты, проекты, на которые один судья, там, типа, может там, фыркнуть и сказать, что-то фигня, там, там, другой, можно сказать, что там это очень круто, то есть, как бы, и пока, пока не сведены финально все оценки и данные, короче, мы победителей не знаем, понятно при этом, что у каждой студии есть, ну, вот, как сказал Роман, своя номинация, и они, собственно, сами определяют победителя, но, но все может сильно поменяться из-за частоты апдейтов и того, как происходит, короче, все это движение, что может кто-то выкатит какой-то апдейт, который там просто победит вообще все на свете, и понятно, что поменяется, поэтому мы обсуждаем только вот на текущий момент, 28 сентября, мы, вот, у нас статус-кво такой, то есть, как бы на сегодня что, что поражает? Ну, я, наверное, не буду там уникален, но это, кстати, отдельный феномен, на самом деле, вот в этом конкурсе, это, это Индика. Да, Индика, вот. Индика, она, но тут почему феномен, потому что ребята как-то, они сделали правильно искусство, в том плане, что она шокирует, да, то есть, как бы там уже появились, насколько я видел на сайте, геймплейные скриншоты, и даже какое-то описание, о чем же, собственно, игра, потому что, когда вышел тизер, вообще не было понятно, как бы, куда же это, чтобы было весело, но это отличная презентация, это отличный, как бы, шоковый фактор, и, ну, смогли, на самом деле, потому что есть ряд проектов, в том числе и на конкурсе, которые, как бы сказать, в общем, у них нет этого презентационного элемента, да, то есть, например, какие-нибудь хорроры, да, и даже не проигры там, столько на конкурсе, хотя там такие тоже примеры есть, например, когда хоррор пытается нагнетать атмосферу, не давая контекста, о чем я говорю, что, то есть, какие-то страшные звуки и тени, это недостаточно для нагнетания атмосферы, и за этим теряется игра, на самом деле, потому что, окей, то есть, я, как там, как судья, да, вот мы все сидели, на самом деле, отсматривали, и первый, первый момент, да, там, суждения наши, хоть мы и по технической стороне, да, больше искали каких-то претендентов, но тем не менее, мы игры тоже оценивали, то есть, и ставили, не было такого, что если у вас там стандартные шейдера, нет, идите куда-нибудь лесом, нет, все ок, в первую очередь, игра первична, все равно, и было, то есть, мы смотрим на игру, да, и такие, так, окей, где игра? Игра, ну, типа, с хоррором, как правило, непонятно, то есть, всего несколько было проектов, в которых вот прям, а, окей, здесь какая-то вот хоррор, какая-то история, как-то переданная, в основном, это была игра с камерой, игра со светом, самой игры непонятно, а по апдейтам, там тоже не до конца понятно, но, да, вот такая ситуация, и тут вот почему, собственно, индика феномен, потому что в тизере-то тоже непонятно, о чем игра, но вот этот шоковый элемент и сам фактор вот этой ситуации про девчонку, которая явно что-то не так с головой, да, то есть, что-то ей там видится и мерещится, уже тебе открывает некий, ну, некую историю ее, да, то есть, тебе понятно, что она монахиня, там, молодая, явно у нее какие-то сомнения, там, да, там, черти ее куда-то уводят, испытывают, но тем не менее, да, то есть, это уже некое окно в персонажа, в его мотивацию, там, в ее приключениях, ну, и дальше вот мы прочитали, там, про ее приключения, поэтому это реально вот исключение, там, мы оценили все как положено, но тут мастерская работа реально с постановкой, тут вот ничего не скажешь, поэтому это такое вот исключение, из технических, адметр, адметр, они же это, они же, как это, в хорошем смысле упоротые, там, по куче, по куче моментов, там, помимо того, что там очень крутая постановка, там, как наши говорят коллеги из МГУ, там дотошно воссоздан канон, бэкслужение, ну, там, дотошно, то есть, как бы там реально вот в это, в это чуваки тоже упоролись, и было интервью на Disgusting Мэнси, я там часто повторяю, короче, они, знаешь, они вот из этих вот скрэперов, там, из-за Димы Списловой команды, как бы они, которые, короче, ну, если им не хватает технического решения, они там строят какой-нибудь железный кран, там, для съемки лица, там, ну, такое, знаешь, такие, чуваки такие, чуть не получается, надо там спаять что-то, знаешь, там, ну, спаяли, там, работает, то есть, мне кажется, что это, вот, умение, умение делать не только результат, но и процесс крутым и интересным, и по дороге придумывать кучу решений, мне кажется, это очень важно, вообще, в принципе, то есть, как бы, ну, ну, да, Индика, это, 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 супер, супер история, как бы, она в, как это называется, во всех, во всех смыслах, я совершенно соглашусь с тем, что, как бы, поразительно, и, 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 очень многие выделяют, то есть, как бы, эту тему, как бы, она очень, очень крута, то есть, как бы, ну, хорошо. Я тебе скажу так, мы ее внутри обсуждали очень долго, именно вот по причине, как бы, то есть, ну, знаешь, там, было бы нечестно, да, о, окей, вы там вас смогли, короче, как-то ошарашить, значит, толстой монахиней, вылетающей из золота этой же монахини, нет, но, тут, типа, постановка, и некий вход, маленькое окошко, которое они приоткрыли, оно достаточное для того, чтобы, то есть, представим так, если бы это не была монахиня просто, я забыл, кстати, имя, имя артиста, который делает, есть чувак, который делает ролики в таком духе, у него там абсолютно безумные какие-то вещи, про любовь толстяка с жирафом, например, там было. Да, 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 я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, да, да, я тоже забыл, кто это, но это очень крутая тема, то есть, как бы, это прям, прям огонь. Да, ну, и там, в целом в некоторых даже сюжет есть, но я, ну, то есть, как бы, в основном это просто, ну, чудачество такое, понимаешь, то есть, это вот прям, прям чудачество и в целом ради чудачества. Здесь же просматривается некая история, ты ее в целом хочешь узнать, то есть, тут уже оценка, почему я выделил, да, просто, как бы, из-за вот этого презентационного эффекта, который тебя заставляет думать и хотеть посмотреть, а что же дальше. Ну, видишь, это вот, когда я говорил о фундаментальных вещах, я скорее имел в виду вот этого, да, потому что с точки зрения именно вот повествования, да, то есть, как бы, там, ну, понятно, что чуваки понимают за театр, и там, и драматургию, постановку, и нарративный контекст, то есть, как бы, потому что, потому что вот контекст установлен за минуту, то есть, как бы, всего этого, и есть куча вещей, которые ты воспринимаешь как зритель, да, то есть, как бы, ну, и слушатель, или зритель аудиовизуально, то есть, как бы, ты понимаешь и делаешь там собственные выводы, более того, все это делают немножко по-разному, то есть, как бы, и вот это создает вот этот вот теншин, заинтересованность, это очень круто, то есть, как бы, поэтому, я поэтому, знаешь, тоже когда спрашивают там, типа, вот, а что нужно, чтобы там писать хорошие сценарии, какую школу сценаристов пройти, или да никакую, надо знать много вещей, ну, то есть, там, нужно знать, сейчас курс записываю, знаешь, нужно и Аристотеля знать, и трехактовую структуру, там, и Уотмана, там, и еще куча всего, то есть, как бы, чтобы быть действительно клевым специалистом, и, опять же, это же не то, чтобы, знаешь, там, ты такой сел в один день, такой, тебе список литературы дали, как в универе, и ты все это выучил, да нет, ну, просто быть любопытным человеком, и в процессе узнавать новое, ну, то есть, нормально. Окей, ну, а стены и поля как-то складывают у тебя по итогу некие вещи, то есть, это абсолютно вообще, ну, это часто говорят об этом, да, но это действительно так, то есть, когда ты можешь зацепить одно, второе, а потом на следующее утро увидеть какой-нибудь необычный, в этот момент, потому что свет так падал, там, бак на мусорнике, да, то есть, и у тебя вот в этот момент как-то все сложится, и придумается отличная история, потому что, да, в целом все про истории, все хотят крутых историй, и поэтому, да, да, но от историк алгоритма и техническим решением, кто же технически завел, технически, значит, тут есть несколько, я сейчас пытаюсь еще последнего вот найти, а почему-то себе не ответил, но я сейчас, там даже не технически, там геймплей, но очень нам всем понравилось, но начнем с технических, собственно, Spectrum VR, очень крутая штука, и это вот, типа, прям очень круто сделано, переход из лета в зим, причем это происходит во время игры, да, то есть, условно говоря, есть некий отклюдер, объект, который разделяет там каким-то образом экран, и вот игрок, я до конца, честно говоря, механику не понял, как это происходит, но да, типа, в определенный момент ты выглядываешь сюда, здесь зима, здесь лето, все это происходит на лету, там видно, почему мы догадывались, как это сделано, там видно некоторые грехи, как это происходит, ну, не грехи, а особенности, извиняюсь, да, но это очень круто, я уверен в это, ну, я бы захотел, я хочу в это поиграть, это интересно, то есть, как минимум, нам там, как технарям, короче, это просто вот интересно пощупать, да, вот все такие вещи, их реально очень интересно пощупать, и посмотреть самому, тем более, это в VR, да, то есть, ну да, появилось то, что, это, кстати, тоже одна из крутых особенностей, когда проект старается все-таки уходить в механике, да, то есть, я не скажу, что исполнение какое-то там артовое, оно там хватает звезды с неба, оно неплохое, но оно делает свою, исполняет свою задачу, и играет нужную роль, это самое главное, и вот когда ты все это вкупе смотришь, это выглядит, ты хочешь в это поиграть, потому что, в принципе, там, тут ты знаешь, да, мы очень много и часто там бились, да, за то, чтобы там делать, делать все на грейпбоксах, это очень недооцененное качество у многих разработчиков, которые все-таки стараются там сразу удивить контентом, факт в том, что, ну, это мое личное мнение, пусть кто-нибудь согласится и не согласится, но если ты можешь сделать игру на грейпбоксах, то, и она интересна, редкие исключения, но давайте так, даже там, не знаю, какой-нибудь Uncharted, и это видно по, там, по биролам, там, да, которые они выпускают, что это, это играется на грейпбоксах, то есть, синематики и вот эта вот вся мешура, это, как бы, не вторичнее, это все-таки, там, на рейтинг, на рейтинг дизайн и прочее, но оно играется в грейпбоксах, и это самое важное, вот поэтому, наверное, спектром VR так и хорошего там. Про Naughty Dog, я же сам, не знаю, смотрел это или нет, я брал интервью Журавлева, который, то есть, как он, но он же рассказывает, там, мало того, что на грейпбоксах все это, и есть такая супер растянутая стадия до продакшна, даже не при продакшна, до продакшна, мало того, что он делается на грейпбоксах, оно еще и, у них там есть, там, такая целая, большая группа тестеров, которая постоянно в это играет, и это видео стримится прям на внутренний YouTube, короче, и дизайнеры это все видят, ну, типа, как игроки в это играют, то есть, там, там огромный фидбэк, вот именно с точки зрения из последнего Uncharted, про слонов, вообще, как они появились, или нет, я смотрю, меня это очень удивило, а миссия же на слонах, вот последняя часть, там, где про девчонку, я забыл, когда у меня сегодня реально все какие-то названия отвалились, но, я думаю, все понимают, о чем речь, Uncharted, после Thieves End, спин-офф, да, собственно, там была миссия, на слоне надо было ехать, хотя она, по факту, такая прям, супер заскриптованная, и в одном из бюро говорили о том, что она появилась, потому что тестеры, которые в Саванне, в предыдущей части, в Thieves End, видели слонов, как некий проб, ну, который там на заднем плане, да, стильный бэграунде, типа, они очень хотели подойти близко, вот, и, понятное дело, там, в Thieves End они это не могли сделать, но, они продолжили эксперименты с этой штукой, они просто смотрели на реакцию, то есть, вот это самое реально, вот то крутое, о чем ты говоришь, это ты смотришь на реакцию человека, и пытаешься ее как-то докрутить, наверное, чем-то это похоже, не знаю, на какой-нибудь, ну, собственно, писательскую работу, наверное, не знаю, по многому, да, когда ты докручиваешь, то есть, нет такого, что тебе пришла сразу гениальная идея, у тебя пришел какой-то кусочек, это бит, типа, вот этой штуки, и ты начинаешь его раскручивать, 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 также они, собственно, раскрутили, из бэграундного абсолютно пропа, они раскрутили целую маленькую миссию. Это всегда итерационное улучшение тоже, ну, в смысле, вот у писателя, ты приводишь пример, то есть, как бы, первый драфт, это там 30% работы в прыжке, то есть, как бы, все остальное, это еще 10-10 проходов, типа, как это сделать крутым, вот, потому что первый драфт, что книжка, ну, если ты, если ты дисциплинируешь свою собственную работу, то есть, как бы, то ты первый драфт, если тебя ничего не отвлекает, ты можешь выгнать, там, за месяц-два, то есть, как бы, ну, книжка пишется год, там, в нормальном случае, если ты пытаешься что-то нормальное сделать, потому что ты еще 10 месяцев, ты ее просто, простите, додрачиваешь до состояния, когда она, ну, прикольная. А здесь как бы, здесь так же. Ну, ладно, давай дальше, кто еще? Кто еще? Так, еще из крутых, но тут, как бы, не технически, но мы все кайфанули, прямо, вот, однозначно, хотя тут, ну, как сложно сказать, тут и технически, то есть, тут наверняка, очень серьезная работа с лигами, это Flee Madness, просто все кайфанули вообще от анимации, она разрывает мозг, она очень, очень необычная, хотелось бы ее как-то там, ну, чтобы хоть как-то сравнить хоть с чем-то, хотя я, честно говоря, думаю, что, ну, не стоит, она тут просто, анимация очень сильно завязана на персонажей, на стилизацию, да, стилизация, она очень прям самобытная, то есть, это не попытка там, перенимать там какой-нибудь DreamWorks, да, или там Реймон Рэббетский, то есть, тут видна работа с персонажем, видна работа и понимание, типа, какие персонажи устроены, мира, контекста, и это просто, ну, невероятно уморительно смешно, и вообще очень приколюшно, геймплей, да, тоже, вот, это тот случай, когда, вот, вот оно все целостно, и хочется у него поиграть, Flee Madness, вообще прям бомбезно, опять же, с технической точки стороны, отдельно отмечаем анимацию, и это прям супер-супер-бомба, супер-туда, тем более, что это работа реально с картонной анимацией, а не с там всякими новомодными мошенными, то есть, да, тут такая очень ртовая работа, но наверняка с хорошим техническим бэкграундом, ну что, риги, мое уважение и почтение, тут наверняка такие замороченные, я думаю, вот, ну и графон, да, то есть, он супер-классно стилизован, это не дефолтные там, какие-нибудь, господи, целшейдинг там, шейдера, это такое вот, типа, полу, я не знаю, как правильно назвать его, да, но это условно там, мультяшный фатарил, да, назовем его так, стилистика там, а-ля, не знаю, framework Spixar, но такая вот тоже своя самобытная, более, более гротескная, опять же, персонажи просто супер продолжает весь environment, то есть, очень круто, очень, очень смело, очень молодцы ребята. Мне, мне напомнил R-S4 Jim почему-то, то есть, как бы, я почему-то, помнишь, да, это Delita Perry? Кого-кого? Червяк Jim, короче, помнишь так? О, да-да-да-да-да, ну, наверное, да, наверное, ближе всего, потому что, да, вот работа с самим персонажем, его особенностями, да, там, как у Червяка, когда он там хватался, я раскручивал свой этот, что это у него было, хвост, я не знаю, он же Червяк. Ну, это сам Червяк, в этом костюме Червяк, у них же там взаимоотношения, типа, короче, а тот сам Червяк, он там, типа, им хватался, то есть, как бы, да-да-да, ну, то есть, да, вот работа от контекста, работа от персонажа, суперкруто, реально, ребята молодцы, еще из очень крутого, но тут, я не уверен, что конкретно за этим стоит, возможно, за этим даже стоит некая, некая технология, технологическое решение, даже, возможно, скорее всего, я даже так скажу, опять же, у нас контекста какого-то технического нету, но это выглядит суперкруто, очень смело, и абсолютно выделяется, ну, в принципе, как и все игры, да, которые, по которым мы сегодня поговорим, очень сильно выделяется на фоне там, всех остальных игр, это игра Backbone, да-да-да, как бы, квест, да, ну, да, это победитель прошлого конкурса, кстати, в одной из номинаций, то есть, в одной из номинаций, да, то есть, они очень крутые, Backbone очень крутые, там, во всех абсолютно смыслах, там, студия еще с очень крутой историей, там вот, я тоже, я тоже наименал лоха на название, как и ты, ну, не только сегодня, но вообще по жизни, а в Барышне, Барышня, которая одна из топов, ну, которая там, ну, она давала интервью тоже на Disgusting Man, и она такая, ну, вообще, раньше я продавала песок, такая, потом решила делать игры, то есть, как бы, ну, и вот они там собрались, там, еще с одним, с еще одним там товарищем, и там, с подругой, и вот они как бы начали игру, у них сейчас уже такая разросшаяся команда, то есть игра, в принципе, ну, она известная, достаточно популярная, там, наверное, в мировом комьюнити, то есть, как бы, они, мне они всегда очень, вот, были интересны тем, что они выжимают Unreal очень в нестандартную сторону, честно говоря, то есть, то есть, как бы, я... Да, да, отдельно хотелось бы отметить, вот, я не знаю, как это реализовано, но у них там, например, спрайты, там, персонажи, они очень хорошо работают со светом, да, да, вот это, вот это вот прям, оно, это интересно, потому что, как бы, освещение, оно профатерил, материалы, и в целом, отрисовка всех локаций, она прям супер стилизованная, не бультяшная, стилизованная, и вот это сочетание, оно, да, оно очень необычное, и очень, ну, очень приятно. Нет, там моментально запоминающаяся картинка, я тебе говорю, ты знаешь, это просто, вот с картинкой как, вот тоже мы там беседуем, когда мы с девелоперами разными, да, то есть, как бы, понимаешь, иногда, ну, не иногда, мне кажется, всегда надо, ну, типа, стремиться к тому, что, чтобы не просто жир тек там, да, из экрана, то есть, как бы, а вот если ты там, условно говоря, зашел в интернет, листаешь ленту, и вдруг ты увидел скриншот, ты сразу понял, с какой-то игры, то есть, как бы, ну, вот это вот, вот это вот, вот это уникальная идентика изображения и арт стиля, короче, она вообще настолько решает, то есть, как бы, если, если этого получается достигнуть, то, ну, блин, фактор узнаваемости, это очень важная штука, то есть, как бы, это, это твое место на рынке, твое место на полке, которое тебя отделяет, собственно, почему в супермаркетах все перестали делать, там, упаковку еды суперпеструю, с максимальным количеством элементов, просто потому, что выделяться на общем фоне стало проще, чистое белое. Чистое, чистое, да. Да, так, и вот я сейчас судорожно еще пытаюсь найти все-таки еще одного, еще одну игру, и вот, блин, не могу, я точно помню, что мы поставили, как бы, всем таким играм высшую оценку. Потому что она не прошла, я не знаю, вдруг она не прошла. Не, я смотрю в свой оригинальный, еще с четверть финала. Про что игра? Короче, это мобильный пропхант, мобильный пропхант, про чувака на ферме, и он мультиплеерный, ну, как положено, мультиплеерный. Про свиней, да, ну, я понял, что за игра. Да, про свиней, да, Саян, вот реально, я сейчас почему-то не могу ее найти, я не знаю. Я еще-то не помню название, но, короче, эта игруха, она, это победитель андрила джема, кстати, тоже, то есть там, она прикольная. Мне очень нравятся еще эксперименты с такими механиками, с простыми, знаешь, то есть, мне кажется, что, ну вот, фолгайз, короче, и вот это вот про инпостера штука, они показывают, что простые, понятные правила игромеханики, сделанные правильно, они, короче, они реально заводят аудиторию, потому что апеллируют там чуть ли не к детским, там, штукам, знаешь, и там, там же, там же тоже такая же история, это, это очень переиначенная, переиначенная смесь пряток и квача, ну, то есть, как бы там там реально, то есть, как бы, и она, она прикольно сделана, она мне очень что-то напомнила Хокзо Вор, там, популярную в свое время игруху, мы рассматривали даже на одном стримов, короче, и в там реально, ну, я, да, я понимаю, о чем ты, короче, прикольно. Там, там очень прикольно, и я в целом не любитель, на самом деле, вот этого, пробханта, это обычно же режим, да, во всяких там, не знаю, назови шутер текущий, но здесь, я, как бы, опять же, поскольку я не, как бы, не особо большой поклонник, может, типа, меня это слишком впечатлило, но это не только мое мнение, да, то есть, мы, в целом, командой, короче, это отсматривали, и вот крутой момент с тем, как, по крайней мере, мы так поняли, да, что отличать, то есть, основная механика состоит в том, что ты будешь хорошим пропом, если ты ведешь себя так же, как МПЦ, да, да, то есть, ты, типа, должен там, свиньи как-то ходят, синхронно садятся, да, то есть, типа, должен тоже синхронно садиться, а это еще, в принципе, там, история про ритмику, там, с какой-то стороны, может, про музыку, там, и так далее, то есть, это всегда очень, очень прикольная тема. Но это еще, это еще очень интересный взгляд на симметричный мультиплеер, ну, как бы, который, который сейчас закрепился, как термин, знаешь, там, типа, это симметричный мультиплеер, это когда вот там, типа, есть спектакль, есть злодей, есть четыре игрока, да, то есть, как бы, все такие, вот, это симметричный, ну, нет, это не так, это более широкий жанр, и вот эта игра это показывает, Я согласен. Более того, мне... Я, наконец-то, нашел название, чтобы, как бы, ребятам не было обидно. Farm and Seek она называется. Да-да-да. Мне еще это интересно с точки зрения, знаешь, взгляда на распределение по ролям и серверную часть. Ну, там, в плане. То есть, как бы, сведение. Большие молодцы. Это оригинальное мышление, оно решает. То есть, как бы, это инновационно, прикольно. Ну, клево. Не, я... Из тех игр, которые ты проговорил, многие у меня тоже, тоже, как бы, такие в фокусе внимания крайне интересны. Да, ну, вот это, в принципе, список игр, про которые вот хочется прям поговорить. Это не значит, что там все остальные плохие, там, ничего-то такое, но, типа, вот про эти прям хочется поговорить и рассказать, типа, чем удивило. В принципе, на самом деле... На самом деле, вот это все. Есть другие игры, которые мы тоже поставили высшую оценку. И они тоже в каком-то смысле хороши, но, как бы, вот так сильно нас они, собственно, не зацепили. Ну, понятно. Ну, слушай, супер, хорошо. И мы, на самом деле, уже сидим-то, честно, час пятнадцать. То есть, как бы, я... Да, то есть, давай немножко будем потихоньку сворачиваться. Я традиционно, короче, у меня для завершения, у меня есть такое, типа, ну, там, три совета. И хотелось бы тебе в смысле своего, там, опыта, то есть, как бы, чтобы ты дал три совета для хорошего техарта, то есть, как бы, для специалистов. Как бы, что бы ты выделил? Чем заниматься, что делать? Ну, да, да. В какую сторону копать, на что обращать внимание и что помогает развиваться в профессии? Ну, я считаю так, что в первую очередь, там, специалисты делают хорошим специалистом то, что он смотрит, да. В этом плане, если вы техартист, которые развиваются в сторону, там, больше арта, естественно, как и все артисты, сидите на арт-стейшене и всех всяких подобных ресурсах и постоянно поглощайте все то, что там рисуется. Это не значит только смотреть, там, на рендер. Кстати, тут, как и, в принципе, наверное, там, для любого хорошего режиссера важно много читать, да. Ну, в принципе, для любого человека, но это, как бы, коррелирует, да. Тут все-таки первично на концепты смотреть. Очень часто прям есть такие концепты, которые тебе прям, прям, ты смотришь на него, а он тебе говорит, сделай меня. Да, да, да. Это как некий челлендж, типа, его сделать, воплотить в 3D, то есть это очень круто. Блин, вот на меня всегда так вспомним еще на нашего товарища еще одного, то есть, как бы, мне всегда так вот, тут Дима Понтихова концепты всегда меня в эту сторону тащат, то есть, как бы, вот он, при этом, при этом, они, знаешь, они, они вот тут, он, он, он же композит, он композит в основном, то есть, как бы, он, он композит и обрисовывает, но он так комбинирует, короче, все это, что, что ты видишь на сцену, на картинку и хочется ее прям в игру, короче, херануть, то есть, как бы, вот именно вот концепты, да, то есть, как бы, это очень круто, да. Да, да, да. Не, на самом-то деле, сейчас, сейчас, как бы, ладно, уже лирическое отступление начал, сейчас там, там, Джама Джурабаров, он же, как бы, продвигает эту тему, да, что, как бы, если ты можешь, ну, это логично, все в эту сторону, все вообще, не только игры, вообще, все движется в сторону ускорения, там, и так далее, да, поэтому, если ты можешь сделать ту же самую картинку, тот же самый концепт, там, фотобашем, там, каким-то композом и подрендериванием чего-то, делай это просто. Хотя, да, там, типа, есть люди, у которых, там, не знаю, для меня это, там, на самом деле, ну, непостижимо, хотя, наверное, если упороться в это, там, на отличника на несколько лет, то можно и тоже такой скилл себе подразвить, но, как по мне, это люди, у которых рендер в голове, то есть, это возможность, там, типа, за 40 минут, просто без всяких, там, фотобаши и прочего, вот так вот взять и нарисовать пятнами при этом, то есть, ты смотришь на эту картинку, вот, близко, да, это просто взрыв на макаронной фабрике, как говорила моя учительница по рисованию, но ты смотришь вот так, и это, это отличный просто концепт, и тебе, и более того, в нем остается, например, там, для тех артистов, в нем остается пространство для какой-то, там, самореализации, выражения, да, и какого-то осмысления того, что там было нарисовано, это вообще супер. Ну, да, я всегда, я всегда говорил, короче, запрашиваю, что в фразе, в слове концепт-арт, концепт-ключевая часть, арт-арт-вторая часть, да, 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 реально бессмысленно, уж, простите, сидеть, выдрачивать каждый пиксель в концепте, во-первых, потому что это не нужно, вот, намного важнее, например, там, задать атмосферу, свет, это супер важно, там, простейший какой-то мазочек, который обозначает правильное отражение в нужном месте, оно намного больше подскажет даже сходу, там, правильному тех артисту, там, какие технологии, например, нужны, да, точно, там, на обычных, там, рефлекшенах мы не вывезем, там, нужен RTX, но это очень грубо, но, типа, тем не менее, да, вот, и, да, продолжаю, собственно, там, ты вопрос от трех советов, собственно, да, смотреть, смотреть на арт много, очень много, и, и еще больше, вот так вот, то есть, во всех его проявлениях, там, картинки, кино, не знаю, даже, даже реклама на самом деле, но тут больше уже с такой какой-то, в принципе, и кино, но кино, оно больше про арт, сериал, опять же, сейчас тоже очень, очень ртовая тема, поэтому, там, там, все вспомним Love, Death and Robots, это просто выстрелы шотгана в голову, каждую серию делать в таком стиле, это, конечно, мощно, вот, поэтому, да, смотреть, смотреть больше, больше, больше всего, второе, собственно, тех, раз тех арт, то все-таки следить за сеграфами, GDC и прочей темой подобной, ну, поскольку это тех арт, да, в целом, возможно, там, ребятам, которые занимаются тузами, это не столь важно, но, тем не менее, я считаю, что это важно, то есть, все профильные вещи, в целом, есть мнение, это мое, там, сугубо МХО, но, наверное, сейчас, там, можно просто, вот, поглощая имеющийся контент и следя, там, за даже открытыми материалами, а эпики, кстати, в этом плане, там, очень много делают доступным, можно вообще, как бы, войти в профессию, обладая достаточно усидчивостью и, как бы, и просто желанием, вот, ну, на самом деле, открытых, открытой инфы очень много, вот, прям, очень много, то, что там... Ну, расскажем, как минимум, так, ну, как бы, для того, чтобы понять, ну, никогда столько много не было, как минимум, то есть... Да, вообще, однозначно, да, однозначно, то есть, раньше, там, это какие-то книги, которые непонятно, где надо было заказать, но, по крайней мере, в Украине, там, с доставкой с Амазона, там, все время было, там, вообще все прям плохо или вообще невозможно, то есть... И, соответственно, какие-то профильные книги прям было сложно, но благо, да, интернет шит развивается и, собственно, на данный момент, в целом, как бы, я себя уже ловлю на мысли о том, что, как бы, возможно, и, там, какие-то платные ресурсы, там, наверное, уже новичкам и не нужно для того, чтобы, как минимум, там, до middle level дойти. Ну, да, да. Даже такое мнение есть. Вот. Ну, да, собственно, смотреть вот в техническую часть, то, что учат. Тут тоже такой лайфхак, на самом деле, мы недавно говорили с рендер-программистом на тему, там, как раз, вот, техрота, графона и прочего. И тут тоже забавный момент о том, что, ну, это, в принципе, оно так, общее течение не только для техрота, да, но всякие новые технологии, это, по сути-то, там, пятилетней давности какие-то академические изыскания. Вот. Поэтому, в целом, всегда есть вот эта маржа, там, зазорчик, в который, в принципе, там, то, что показали, там, на Сиграфе, условно говоря, сегодня, там, в 2025-м, скорее всего, приползет, там, в Unreal 6, не знаю, куда он приползет, да, но вот такая вот тема. Поэтому за ним нужно следить. Поэтому за ним, там, даже, хотя бы просто иметь это в виду, да. Ну, быть в курсе, да. Да, 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 да. И третий, третий совет, ну, всякие-то советы прям вообще, как бы, никаких лайфхаков в этом плане нет, каких-то откровений не будет, но третий совет это делать руками. Ну, это прям, ребят, вот прям практически годные советы. Но булшит, короче, если делать это, то сто пудово будете крутыми этих артистами. Опять же, я, поскольку больше про графон, вот я вам типа совет даю. Больше делать руками всего, да, то есть пробовать. У меня, например, куча всяких на домашнем компе, там, прям, блин, рабочий стол завален разными версиями движка, в которых что-то было сделано. Вот просто попробовать, да, то есть, и поэтому я считаю, что вот делать, там, делать и еще раз делать, наверное, так. Ну, круто. Итого давай засуммируем. Там, смотреть, смотреть за графоном, да, изучать графон, который есть, концепты и вообще то, куда движется арт в этом мире. Смотреть, куда движется тех в этом мире, второй совет, и делать. Вот такие три совета, я думаю. Такая, невозможно, 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 что возразить вообще, просто размазал. Вот, но кто-то скажет, что это Тони Робинсон, но Тони Робинсон прав в большинстве того, что он говорит, на самом деле, поэтому. Не, ну круто, спасибо, Роман, на самом деле, очень, очень полезно, очень интересно. Спасибо тебе большое. На этом прекрасного тебе дня, и учитывая, что понедельник прекрасной рабочей недели. Спасибо. Взаимно, Алексей, да, удачи всем на конкурсе. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok